Дорожно-строительная, снегоуборочная и торфодобывающая техника плюс комплектующая к ней спектр продукции, выпускаемой Пинским Кадором, сегодня около 60 единиц. Основные рынки сбыта – отечественный и соседний российский. Доля экспорта солидная достигает 80%. Только за первые полугодия предприятие отгрузило продукцию на сумму свыше 13,5 миллионов рублей. При этом треть продукции – инновационная. Такая, как, например, этот 16-тонный каток, аналогов которому, как утверждают пинские разработчики, в Беларуси нет. Передний валец – это направленная вибрация. Это как опция идет. У нас также есть обычный валец, это с дробью. Также валец задний – это осцилляция. Это, так скажем, заглаживание асфальта идет. Новый каток – образец опытный пока. После опробирования и доработок начнется его серийная сборка. То, что модель будет востребована, на предприятии не сомневаются. Техника все востребована. Техника, в том числе, новые машины выпускаем постоянно. Каждый год мы 3-4 новые машины осваиваем, выводим на серийное производство. Высокий спрос в настоящий момент на российском рынке, на наши машины. Мы стараемся его удовлетворять. Те проблемы, что были по импортозамещению, я считаю, что мы успешно удалось решить. В том числе, за счет того, что мы освоили производство у нас в Белоруссии. Импортозаместили ряд комплектующих по гидравлике, по редуктора, отвалы. В высоком качестве выпускаемой продукции, приемлемых условиях труда и перспективах пинского предприятия убедился во время рабочей поездки помощник президента Беларуси, инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик. В рамках единого дня информирования он встретился с представителями трудового коллектива. Амкадор Пинский ответил на волнующие людей вопросы. Они коснулись дальнейшей государственной поддержки предприятий и кадровой нехватки. Я обозначил свою проблему – это нехватка кадров, то есть, как оно решается на уровне государства. Первый вопрос – это профориентация, услышал, рада тому, что будут инженерные классы. Второй вопрос – из тех молодых специалистов, которые к нам приходят, очень мало возвращаются конкретнее после службы в армии. Поэтому было предложено и услышал поддержку и ответ, что будет вопрос решен, о том, чтобы по возвращении с вооруженных сил этот период не входил в службу. Ну и, соответственно, наш работник был дольше молодым специалистом и пользовался этими льготами и преференциями. Главной же темой диалога стала национальная безопасность и роль народного ополчения в защите государственных и общественных интересов жителей Беларуси. Понятно, что тема актуальная. Актуальная, прежде всего, внешнеполитическая ситуация, которая складывается вокруг нашей страны, нанитание военной напряженности, появление новых вызовов и угроз в сфере военной безопасности. Поэтому, конечно, закон о народном ополчении, который был принят, это, по сути дела, предоставление возможности людям, гражданам Республики Беларусь, самим защищать свой дом, свое село, свою улицу, свой край. Тема военной безопасности сегодня особенно волнует тех, кто живет в приграничных районах Пинщина в их числе. Несмотря на то, что закон о народном ополчении был принят относительно недавно, в некоторых населенных пунктах региона и числа местных жителей уже созданы отряды ополченцев.